Ваше творчество как бы стихийно, оно захватывает. Вот читаешь одно стихотворение, другое, потом как бы куда-то идешь и за собой берешь, чтобы дальше читать. Я вот на себе ловлю, что обычно поэзия избыточна. То есть, ну, читаешь одного поэта, другого поэта, и потом устаешь. А от ваших стихов не устаешь, они захватывают. Вот как вы как бы от одного к другому стихотворению сохраняете вот это непрерывное чувство жизни, бытия? Ну, это простой момент и простой, может быть, даже ответ. Может, вам покажется упрощенным, но все-таки я так скажу. Мне кажется, что в искусстве очень важен момент отрицания. То есть, вот ты что-то сделал, забудь, что ты чего-то умеешь, начни все сначала. Вот и все. То есть, не должно быть чего-то опытного, как бы наработанного, нажитого. Вот вы рассказывали о том, как вы переводили, и, в общем, видимо, это не была большой творческой удачей, стихи с английского. Ваш покорный слуга перевел, наверное, ну, минимум срок 1050. Наши старшие предшественники жаловались, что вот их судьба заставляет переводить, как Арсений Тарковский сказал, а восточные переводы, как болит от вас голова. Но по этой первой, первостатейной, они не жаловались. Более того, они находили в этом проложении своего творчества тот же пастернак «Цвет небесный, синий цвет». Великие переводы, которые стали русскими стихами. Здесь какое-то донорство души. Как это происходило? Конечно, донорство. Без этого никак нельзя. Поэтому ты, когда смотришь на этот пятитомник или, не знаю, какой-то многотомник пастернака и понимаешь, что большая-то часть – это переводы. Ну, там, конечно, он написал роман, это тоже большая такая вещь, ну, так сказать, крупная. Много он, что-то, так сказать, стихов тоже сделал. Но, конечно, ему приходилось именно зарабатывать. Он зарабатывал не как халтурщик. Ну, как Гёте перевёл. Ну, да. Он сделал просто... Ну, да, ему было с чего отдать. У него же потребовали вернуть аванс с доктора Живаго. И он пришёл и вернул этот аванс. У него никаких проблем не было. Он вернул в кассу. Да. И всё. То есть у него были деньги заработанные. Да. Но это его не угнетало. Ну, как сказать? Я-то не знаю, как. Как угнетало, как не угнетало. Здесь проблема в чём? Вот вы очень точно сказали, почему я начал такой разговор. Что у вас всегда каждая строка является началом, Богом данным. Ну, не строка, а стихотворение. Стихотворение. Ну, первое возникшее в душе желание что-то создать. Сказать. Которое воплощается, да. И это первозданность. Вот самое главное в этом деле – это первозданность. Да. Когда люди переводят тысячами строк стихий, каждый день по 50-60 строк, у них первозданным импульсом является строка подстрочника, не его собственная строка. И потом вот это входит в руку. Это становится моментом угнетения, творческого угнетения первозданного Божьего замысла. Вот у вас этого напрочь нет. У вас Божий замысел в каждом стихотворении присутствует. Ну, так вот, как раз меня удивляет, что астронак, который такими, можно сказать, глыбами ворочал, он же много очень переводил, ну, пять томов, ну, это же реальность, а не какая-нибудь там. Это же материальный след, как говорится. И как он при этом сохранял свежесть для своих новых, так сказать, открытий. Величина дара. Да. Великий дар. Да. Потому что очень многих это руку испортило, оно въелось в душу, и они не смогли преодолеть этого. Это от того зависит. Вот есть такой великий онтологист русский, Витковский Евгений. Я знаю, Женя. Да, Женя, да. Он младше нас с вами, он 50-го года, и живет он среди книг. Он говорит, я живу в книжном шкафу. Вот он эти тома, он их делал. Я написал несколько статей о этих томах его, и даже подсчитал, допустим, там 19 разных переводов рильки. Там пьяный корабль переведен 13 раз. То есть это заказывалось, перезаказывалось, несколько раз разными поэтами переводилось. И вот эта работа была хороша только тем, с моей точки зрения, что государству была интересна эта работа. Там вот издавали, допустим, поэзию, избранную поэзию Люксембурга тиражом больше, чем самих жителей Люксембурга. То есть это была политика государства. Более того, мы как бы все поэты встречались в очереди в День поэзии получать гонорары. Сейчас последний гонорар я получил 13 лет назад от литературной газеты. Что надо говорить, когда какой-нибудь там эстонский писатель становился всемирно известным, только благодаря тому, что он был напечатан в Москве страшным тиражом. Да. И его начинали потом... Ну не только эстонские, Марсенкявич, допустим. Литовские прекрасные поэты. Потом начинала интересоваться мировая литературная. Да. Вот в чем дело. А как сейчас вот они будут, я не знаю. Не, ну нам надо о себе заботиться. Как мы будем, а там другие-то сами пусть разбираются. Ну, у нас, конечно, будут проблемы с этим еще надолго. Потому что то, что случилось хотя бы с этой системой книга издателей, книга торговли, а также была как система, все взаимосвязано, крутилось как какое-то колесо. И этому завидовали европейцы. Например, один шведский переводчик, Георгер Георгиевн, он как раз переводил Солженицына, Пастернака. Может быть, слышали такое. Да. Так вот он говорит, что же вы, дураки, делаете? Когда он увидел, как это разрушается. Вся Европа только мечтала бы об этом, чтобы такое создать. А у вас одним махом все разрушается. Ну, вы же помните, там в книжных магазинах там заводили всякие... Ну, что делать, что делать, даст Бог. То же самое, например, я работал профессионально по спорту. У нас была такая прекрасная спортивная подготовка, что, когда мы поделились с ГДР, ГДР, если вы помните, на Монреальской Олимпиаде, заняли второе место в общем зачете. За счет того, что мы поделились с ними секретами спортивной подготовки. А сейчас весь мир подготавливает спортсменам, как мы когда-то готовили. Все вот великие системы спортивной тренировки разработаны нашими отечественными учеными. Ну, и мы сами, как бы, имея колоссальный такой багаж, его утратили. Ну, надеемся, всегда, как бы, Россия страна загадочная. Всегда что-то тут возрождается на пустом месте. Такая как Феникс. Птица Феникс. Может, прочтете одно стихотворение? А, это важно? Нет, ну, если нет, так нет. Ну, честно говоря, это нет. Ну, хорошо, тогда все, спасибо. Тогда большое вам спасибо за интервью.